Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно ходил в кинотеатр, посмотрел фильм, называется Другой мир, часть пятая, Войны Крови. Ну, перед этим, конечно, посмотрел трейлер этого фильма. Ну и надо сказать, что я все части этого фильма, вот этой трилогии, я их все смотрел. Вот, и, в общем-то, пошел сознательно, сознательно пошел. Хотя я небольшой любитель вот этого жанра про вампиров смотреть. Ну, пошел посмотреть. Вот, оценку поставлю в конце. Значит, коротко расскажу вам об этом фильме. Режиссер фильма Анна Ферстер. В главных ролях Кейт Беккенсей, Тео Джеймс, Топо Яс Мэнзис и Лара Гулвер. Если очень коротко характеризовать этот фильм, то фильм произведен в Соединенных Штатах Америки. Ну, вы понимаете. Сюжет фильма достаточно простой. Война между вампирами и оборотнями, которая длится уже тысячи лет. Там не одну тысячу лет. Вот. Главная героиня нашего фильма Селен. В предыдущих частях, значит, она сумела открыть заговор, который был там в одном из кланов вампиров. Она сумела влюбиться, она сумела родить дочь. Потом она в итоге, как окажется в пятой серии, она потеряла мужа от своего бывшего. В общем-то, вот такая вот история. История жизни и борьбы одной женщины-вампира. Такой уникальной, в общем-то. Она справляется с десятью оборотнями, со всеми вампирами, очень сильная. Ну, и самое главное, она ходит в таких облегающих брюках и куртках. Ну, в общем-то, там есть на что посмотреть. Такая брюнетка, в общем-то, ну, вы меня понимаете. Значит, там нет каких-то особенных спецэффектов в этом фильме. Ну, кроме тех, что, значит, эта женщина, она прыгает там с двадцатого этажа и так приседает красиво. Вот. Ну, и может справиться там с десятью, с двадцатью человеками и очень быстро передвигается. Вот, пожалуй, все спецэффекты от этого фильма, от Другой мир. В чем задумка и особенность вот фильмов такого рода и режиссеров американских? Они строят вот эти фильмы по принципу комиксов. И вы, когда пролистываете одну страницу, вам уже очень интересно, как, знаете, как Санта-Барбара, чтобы прочитать другую страницу. Но вы понимаете где-то глубоко, да может быть даже не глубоко, вы понимаете, что это глупости, в общем-то, что там ничего интересного нет. И весь сюжет картины и вся смысловая философская нагрузка фильма вам понятна. Но вы читаете дальше и смотрите этот фильм дальше. Вот. Опять же повторюсь, особенно каких-то спецэффектов, особенно игры актеров, особенно какой-то философской задумки или каких-то глубоких мыслей в этом фильме вы не найдете. Поэтому, если вы не фанат этого жанра или вы не смотрели предыдущие части, то лучше вам этот фильм не смотреть. Там одно вытекает из другого. И, в общем-то, этот фильм, фильм пятая часть, вот этот «Войны крови» разрекламированный красивый трейлер, где там женщина вот эта с крашенными локонами в белый цвет, брюнетка с крашенными локонами. Вот это фильм продолжение. Если вы другие серии не смотрели, то вряд ли вы поймете, в чем задумка вот этого фильма, особенности. Взюминка. Ну, что сказать. У Оборотней появляется новый лидер. Зовут его, я даже не вспомню, Маркус или как его зовут. Это не суд, потому что в каждой серии свой. В каждой серии, кстати, говорится о том, что вот это последний бой, в который вступает эта серия между вампирами и Оборотнями. И вот в этом серии она победит. Ну, в общем-то, все продолжается из серии в серию. Я думаю, еще будет, ну, по крайней мере, 2-3 серии это точно будет. Пока он будет приносить доход. А он, по всей видимости, кассовый сбор от этого фильма, насколько я читал, достаточно существенно. И поэтому, так как коммерческий проект этот выгодный, то он продолжается и будет продолжаться. Вот. Ну, в общем-то, новый лидер у Оборотней. Как обычно, значит, ему нужна победа над вампирами. Он уже многие, там, как они называются-то, кланы, ну, скажем так, кланы вампиров уже задавил. Вот. Селен, вот эта Селен, она ни в каком плане не состоит. Она сама по себе, потому что за ней гоняются эти и другие, но это надо сюжет других серий смотреть. Ну, один из кланов приглашает ее, чтобы она обучила, якобы, молодежь новых воинов, потому что она такой опытный воин. Вот, чтобы она обучила. Ну, в итоге, там хитрость, получается, суть не в этом. Суть заключается в том, что, как обычно, она на эстрии атаки, и вот именно она будет бороться с вот этим новым лидером, с ним сражается. Вот, и она проигрывает в открытой борьбе, она проигрывает, в общем-то, в битве в открытой. И получается так, что ей необходимы какие-то новые навыки, новые знания, новые технологии, выражаясь современным языком или подходами, вот, для того, чтобы победить вот этого своего врага. И вот эти новые знания, новые технологии, она получает от воды. Она попадает там, в общем-то, попадает в ледяную воду, подо льдом она какое-то время находится и получает какой-то опыт, какие-то способности такие невероятные, что она передвигается с молниеносной скоростью. Может, там, за доли секунды убивать этих оборотней, как, знаете, взмаком меча, полсекунды прошло, а она 10 человек рубанула. Ну, то есть, новые знания получила. Вот. Ну, и в итоге эти знания позволяют ей победить. Она побеждает, ну, а так как это была такая война ожесточенная, уже в мире осталось вампиров немного, их оборотни практически всех перебили. Она не просто из изгоев, она же была до этого изгоем, она перемещается в лидеры и становится, значит, ну, там, скажем, выражаясь современным языком, значит, не председателем Совета Директоров, ну, одним из соучредителей компании под названием «Бампиры». Вот, скажем так, то есть, ну, каким-то главой предприятия, крупным начальником, вот так, чтобы понятно вам было. Вот, ну, и, в общем-то, в конце фильма, в конце фильма, буквально максимум минуту режиссер уделяет тому, что она сидит, в позе лотоса, по-моему, она сидит, и, в общем-то, ей навстречу идет ее дочка. Ее дочка, которая вот в этой серии, она просто отсутствует. То есть, Силен сама по себе, мужа ее тоже нет, дочки ее нет, нету вот этих старейшин, которых она зарубила, всех остальных там, Викторов и так далее. И вот она встречает дочь, это намек на то, что будет продолжение, в котором будут новые битвы, новые вампиры, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, оценка, я обещал в начале репортажа дать оценку фильма, ну, давайте так, как мы уже общепринятое, как, значит, по десятибалльной шкале мы делаем оценку. Ну, вот из десяти баллов, ну, с учетом того, что фильм специфический, рассчитан на особого зрителя, скажем так, в общем-то, он имеет право на существование, там, и такой фантастический жанр, и так далее. Ну, давайте дадим ему оценку шесть. В принципе, я думаю, это будет достаточно справедливо. Вот так, так что делитесь своими впечатлениями, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и смотрите мои новые фильмы, мои новые видео о новинках кино. До встречи!